СПОНСОР ВЫПУСКА И вот зашли в такое старое кафе 1820 года. Шеф-повара звезды Мишлен. Эскриба. Знаменитые губы. Здесь делают макаронцы. Сейчас нюансы покажем. Тортики кружевные. Вот тортики. В зависимости на сколько персон и цены. 2-3 персон и 14. На 4-6 персон до 48. Вот мои любимые макаронцы я заказала. Литражи. И что знаменитое у них, это они делают украшения. Вот леденцовые карамельные украшения. Кольца. Макаронцы. Мятные листочки в шоколаде. Шоколадные губы. Для меня цвет. И вот знакомые лица. Ну что, всем привет, дорогие друзья. С вами Сергей Симонов и канал Добра и Позитива. Говорит и показывает Испанию, Масселону. Мы находимся в самом центре на улице La Rambla. Или как правильно говорят, La Rambla. Зашли в такую, как Вика, наверное, вам уже показала, замечательную кафешечку. Раннее утро. Макаронцы, небольшой сэндвич, водичка. Сейчас попьем кофе. Покажем вам сегодня много чего интересного по Барселонии. На самом деле здесь мы уже тысячу раз были. И каждый раз, приходя сюда, все время ощущаешь себя в какой-то новой атмосфере, в новой ситуации. Сегодня ночью, вообще реально у нас отель в центре находится, здесь на La Rambla. Просто город живет, город кипит. И не важно, там 2 часа ночи или час ночи. Все идут, все песни поют, орут, полиция, кто-то орет, кто-то кричит. То есть, насколько Барселона все-таки многоликий город, да, как бы не похожа ни на что город, да, я вам скажу. Здесь какие-то неформалы, какие-то люди с синими волосами ходят. То есть, люди ходят там, ну, условно говоря, там по улицам, в каких-то непонятных решениях, световых каммах одежды, да. То есть, кто босиком вообще ходит, да. То есть, на самом деле, если посмотреть мои старые ролики, я здесь ссылочку тоже оставлю в описании, на плейлист с видео по Барселоне, по Испании. Вот можете просто обратить внимание на детали, что очень много разных интересных моментов попадали в кадр. Сейчас пьем кофе и идем гулять по Барселону. Еще Вика хочет добавить что-то. Вот я хочу показать вам все медали, заработанные знаменитыми кулинарами этого кафе. Посмотрите, что курики разъявили. Пучина какой-то. А еще я хочу вам показать сейчас приближу рекламные ролики Луи Виттона «Шоколадный чемодан». Да. Обувь шоколадная. Вот здесь на фотографиях все увидите. А вот, смотри, какой корень принесли. Пучина настоящая. Шоколадная. Ну что, завтракаем, идем дальше. Погнали. Ну а вот нам принесли счет, как бы, да, на наш завтрак. 14.85, два кофе, круассанчик, четыре макаронса и бутылочка минеральной воды. Дешево, дорого, выводы делать вам. А мы идем дальше. Ну что, дорогие друзья, попытаем счастье в лотерее в Барселоне, в Испании. Сейчас берем с вами два билета. Вот, заплатил, значит, один евро и заплатил два евро. Два разных талончика, да? Вот. Так, дальше нам дали. Сейчас пойдем где-нибудь сядем, попробуем, сотрем. Это моментальная лотерея. Может быть, что-то выиграем. А кто его знает, да? Быть в Испании, а вдруг что-нибудь и выиграем. Погнали. Ну что, дорогие друзья, короче говоря, мы потом еще раз вернулись в этот лотерейный ларек, короче, и взяли еще два билета. Вика говорит, типа, у меня рука счастливая, я, говорит, возьму себе два. Это ее два билета. А это мои билеты. Значит, здесь два вида лотерей. Есть одна лотерея за два евро, и есть лотерея по евро по одному. Значит, сейчас я вам расскажу по премии, да? Значит, вот здесь есть одна премия 70 тысяч евро. Есть 30 премий по 1000 евро, 1050 премий по 100 евро, ну и так далее. В общем, короче говоря, шанс выиграть у нас очень большой. Давайте посмотрим, что у нас из этого... Спасибо. Что у нас из этого получится? А на самом деле, тетенька сама талончики выдавала эти. Да, видите, он уже ложку даже согнул на ваших глазах. Так, давайте, ребят, начнем стирать. Начнем стирать вот это вот окошко. Снимаем все одним файлом. Снимаем все одним файлом. Так, 100 евро. Есть. Опа, 100 евро, 2. Ребята, о-о-о, еще один раз, и типа мы выиграли. 500 евро. Так, стираем дальше. 50 евро. Так, тут что? 10 евро. А тут что? 5 евро. Типа ничего здесь нету, да? Еще два окошка есть. 2 евро. И ничего. А, все. Это вообще ничего. То есть, короче говоря, 2 евро мы, грубо говоря, проиграли. Видите, да? Два раза по стол выскочило. А надо, чтобы сколько было? А надо было, чтобы 3 раза было по 100. 3 раза, да. Так. Здесь мы ничего, короче, не выиграли. Так, берем вот этот вот за 1 евро. Здесь премия, короче, какая? Сейчас прочитаем. Здесь, короче, 1 премия на 5,6 тысяч евро. 100 премий по 100 евро, 600 премий по 50 евро, 4 тысячи премий по 20, ну и так далее, да? То есть, это более такая попроще лотарейка, да? Итак, стираем. 10 евро. 50 евро. 1 евро. И 10 евро. То есть, здесь у нас попало 2 раза. 2 раза по 10 евро. И здесь что? Девятый номер какой-то. Короче, я так понял, что здесь тоже мы пролетели, как фанера над Парижем. Так, теперь... А может, тут 2 раза по 100 надо? Я не знаю. Короче говоря, я так понял, что... Может, надо 3 раза? Не-не, 3 раза надо по 100. Обычно 3. А вот это что такое? Дотсы? Дольчи какие-то. Досы. Но мы сейчас потом еще подойдем к этой тетке, там в палатку, и узнаем у нее. Давай сейчас Вика сотрет свои, тоже одним файлом. И попробуем. Ну, вот сейчас Виктория Викторовна начнет стирать. Может, что-нибудь получится. О! Сколько там? 5 евро. 10 евро. Ага. Дальше. 10 евро. Так, дальше стирай. Опять евро. И 2 раза по 100. И... Нет, 100. Так, а тут что? Тут что-то третий номер. А у меня тут был девятый номер, видите? То есть здесь девятка, а здесь трешка. Ну, мы сейчас еще уточним пойдем, да? Вдруг мы что-то и выиграли. Да? Да, мы что-то половину, что не понимаем. Ну, да. А второй билет что у тебя? 160. Вика, второй билет. Стираем. Я так понял, что 3 раза должно совпасть. То, что 2 как-то мало. 6, 50, 10. Ну-ка. А здесь что? 50 и 1 евро. А тут восьмерка у тебя. Так, короче, ребят, мне это лично ни о чем не говорит. Сейчас мы пойдем допьем кофе, да? Пойдем вернемся туда, вот в эту палатку, да, лотерейную. И уточним у нее. Если выиграли, то мы вам обязательно скажем. Если не выиграли, то тоже вам обязательно скажем. Может еще цифры какие-то должны совпадать. Вот смотри, 8, 8. Да, 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 да. Вот восьмерка совпала. Так у меня тут 8, 9, 9 совпало. А здесь тоже, вот, видишь? Двойка. Двойка, 12, видишь? 15, видишь тут. Я тут не знаю как. В общем, сейчас пойдем все узнаем, вам расскажем. Давайте так и сделаем. Ну что, дорогие друзья, короче, есть хорошие новости, да? Я сейчас пошел, сходил в эту опять лотерейный этот ларек и отдал просто вот этой девушке, да? То есть я говорю, а что мы там выиграли, не выиграли? Она там стерла еще какую-то вот здесь вот внизу защитный слой и приложила к, ну, к сканеру, к автомату. И выиграли мы, короче говоря, еще 2 евро. Я не стал брать деньгами, взял еще 2 билета. Поэтому у нас с вами идет продолжение. Сейчас стираем, да. Сейчас стираем, вот, 10. Так, тут 2. Так, тут 10 опять, смотри. И здесь 100. А звездочка? А звездочка, это шестерка. Вот это какая-то тоже что-то играет роль, видишь? То есть может быть совокупности чисел тут или как тут, не знаю. Так, у нас в одном билете есть 10 евро, есть 2 евро, есть 100 евро, есть 10 евро и шестерка. Вот тоже, что это значит, я не знаю. Следующий билет стираем. 20 евро. 50 евро. 1 евро. И 50 евро. Видите, тоже 2 раза 50 евро. И звездочка, и трешка. И вот цифра должна еще совпать. Да, трешка. То есть здесь получается 50 2 раза, а здесь получается 10 евро 2 раза. И вот опять же, что это значит, я не знаю. Но видишь, тут какой-то номер 4731, что это тоже, наверное, значит. Видишь, тут-то нету номера. Понимаешь, да? Да. А она сейчас стирает вот здесь вот еще защитный слой и прикладывает к сканеру. Сейчас опять же я пойду узнаю, что там к чему, и вам все сообщу. Ну и, конечно, вот такая вот архитектура. То, о чем я вам говорил. В Барселоне вообще можно сказать, что каждый дом – это произведение искусства. Какие балконы, какие окна, лепнина или как она там, мозаика, не знаю. Потрясающе просто красиво. Вы, наверное, там думаете, о, выиграл, наверное, там, да? 50 баксов и идет, ничего не рассказывает, да? Ну, не знаю, не скажу я вам, выиграли мы или не выиграли. Напишите в комментариях, как вы думаете, выиграли или не выиграли. Ну, прикольно, конечно, да? Очень много разных всяких сувениров. Что я хочу еще сказать про Барселону? Вот насколько она пропитана каким-то, я не знаю, каким-то… Китайским товаром. Правильно я сказала тоже, да. Но на самом деле, конечно, Барселона – это прежде всего футбольный клуб. Вот Барселона – это, конечно, футбол. Это, конечно, Месси, знаменитый футболист. Вот. Это, конечно, испанская паэля, которую мы вчера вечером отведали, да, Вик? Да, она была очень даже ничего. Главное, не соленая. Но все-таки они перебарчивают с оливковым маслом. Они туда много масла наливают. Ну, да. Ну, вот в среднем где-то, Вик, скажи, да, вот ужин вчера, вот у нас что там, паэля, были жареные артишоки. На двоих, а, бутылочка вина, на двоих 42 евро. Вино вот такое супер слабенькое. Розовое. Со льдом вообще. Как оно называется? Просто нежное. Напоминающее Прованс. Посейдония. Она Посейдония, да, запомните. Вот так вот, запомните, Посейдония. Именно напоминает Прованс. Да, 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 даже по цвету такое, да, бледно-нежно такое, розовое. Да, 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 да. Вот, что еще хочу сказать про Барсу, да? То, что в Барселоне очень, очень все удобно и доступно. То есть и общественный транспорт, и кругом такси, и вот эти автобусы, даже тот автобус, который был с аэропорта, да, метро. То есть тут вот даже если ты первый раз, ну, посещаешь Барселону, то есть вообще абсолютно легко и непринужденно можно здесь ориентироваться. Магнитики, да, вот видите, футбольный клуб Барселона, все вот эти флаги. И Барселона, конечно, живет круглые сутки, да, круглые сутки. Отели дорогие, да, ребята, отели дорогие. Мы заказывали по букингу, вот у нас отель получился, ну, как дорогие, смотря с чем сравнивать. Мы, в принципе, в центре живем, да, у нас получилось 200 евро за три ночи. Я считаю, что это дешево. Это самое, просто мы взяли, там какая-то 65% скидка была на букинге, и мы взяли. Вот, сегодня мы еще запишем отдельный ролик, выйдет про музей паршюта. Кстати, мы встретили там нашего подписчика, да, Вик? Да. Реально зашли, он говорит, вот там типа я вас узнал, причем пришел на мой канал от Володи Бумера. А вообще номер 600 евро стоил? Да, в целом да, 600 евро. Вот, 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 вот здесь вот мы покупали лотереи. Ладно, ребят, скажу честно, ничего мы не выиграли. Так просто вас немножко хотели, да, подзабавить немножко. Вот, вот такие вот такси, видите, да, все тоже, все по единому стандарту. Все такси черно-желтые, да, то есть никаких тут не увидишь там, не спутаешь, грубо говоря, с другими машинами именно вот такси, видите, все. Все марки разные, но цвет, раскраска одинаковая, черно-желтая, все. Да, даже магнитики такие пропают, все эти на такси. Кстати, в такси принимают карточки, что тоже важно. То есть не надо все время ходить там, менять, снимать деньги в банкоматов. Удобно. Ну и, конечно, Барса, конечно, все-таки это, я считаю, что молодежный город. Очень такой, вот даже видите, да, все в основном молодые ребята идут, там, девчонки, да, то есть все это пропитано и дышит вот именно такой вот молодежью, молодежью. Все довольные, все счастливые, ну, не знаю, короче, класс. А мы идем дальше. Вот такие вот замечательные улочки тоже здесь есть в Барселоне. Ну вот каждый раз, я говорю, попадая в Барселону, не перестаешь удивляться каким-то новым видом, сюжетом, каким-то интересным таким вот открытием, да. Ага, здорово. А там едучий в Голландии. Ага. Видел там капу? Да. И вот этот вот знаменитый памятник Колумбу, который находится практически здесь на набережной. И здесь, может быть, мало кто знает, но есть порт Барселоны, да, в который приходят круизные лайнеры. То есть можно взять тот же самый круиз, например, из Италии, там, или из Хорватии, из Дубровника, или из Коттера, как мы ходили, на, и прийти в Барселону, целый день погулять, поехать дальше. Да, и сидели вот в этом кафе. Да. А мы идем дальше. Ну вот, конечно, тоже блошиный рыночек такой небольшой здесь есть в Барселоне, прямо в самом центре он здесь вот находится. И он, получается, только по выходным дням. Нельзя, да, снимать? Окей. Нельзя так нельзя. Вот здесь еще точно так же можно взять, как он называется, кораблик такой, купить билет вот здесь вот прямо по курсу, прямо продаются билетики, и покататься вот вдоль прибрежной линии, да, Барселоны посмотреть. А вот там вот то, что я вам и говорил, находится сам порт, порт Барселоны. То есть туда приходят уже сами корабли, и можно погулять тоже, походить. Здорово, да? А мы идем дальше. Ну что, дорогие друзья, вот, собственно, и сам порт тоже Барселоны. Здесь очень много стоят реально яхты, такие мега, не знаю, дорогие, да, кораблики, да. Кстати, вот для тех, кто не знает, здесь вот находится Океанарио Барселоны, из которого мы тоже делали выпуск, ролик, да. Посмотрите, у меня на канале все это тоже есть. Оставлю тоже ссылочку в описании. Здесь вот точно так же есть большой торговый центр. Можно там какие-то совершить покупки, что-то купить такое интересное для себя, там, для дома, да. И здесь есть так называемая канатная дорога. Вот видите, да, справа. То есть там можно купить билет на так называемый вагончик, чтобы как он правильно называется. И, соответственно, прокатиться на гору Манжуик, на самый верх, где находится стадион Барселоны, где проходила Олимпиада. Вот. Тоже мы там много чего снимали. Посмотрите, на самом деле из Барселоны реально очень много роликов. Просто вообще завались, короче. Что я хочу еще сказать. Значит, будьте внимательны, когда будете в Барселоне. Следите за своими вещами. Потому что, на самом деле, это везде предупреждают. Особенно на Ля Рамбле. Есть так называемые, ну, мелкие воришки, да, такие. То есть могут просто телефон дернуть или еще что-нибудь. Там кошелек какой-нибудь, да, там денежки. Вот. Поэтому будьте аккуратны. И, на самом деле, вот те, кто поет Барселону, обратите на мои слова внимание. А мы идем дальше. Ну, что, дорогие друзья, можно долго рассказывать о Барселоне. Можно долго ходить, смотреть, вглядываться в эти замечательные улочки, пить кофе или что-нибудь покрепче. Короче говоря, у нас сейчас буквально через час начинается приватная индивидуальная экскурсия по музею Паршута. С дегустациями там, со всеми делами, да. Хоть я мясо не ем, но ради вас, моих зрителей, мы все не сделаем исключение и будем с вами пробовать, смотреть, дегустировать, да. И благодаря нашему подписчику Артему, которого мы здесь встретили в Барселоне, он нам с удовольствием в свой выходной день, соответственно, предоставил такую замечательную возможность посмотреть этот музей. Все. А этот ролик мы сейчас завершаем. Всем, как говорится, добра и позитива из Барселоны с любовью. С вами был Сергей Симонов и Виктория. Продолжение следует. Чао. Пока. Ребят, по скриптам вам такой маленький позитивчик из Барселоны, да. Мы сейчас находимся на площади Каталонии, в самом центре Испании, да, в центре Барселоны. Вот такой вот вам, ну, как мне показалось, интересный такой момент. Вот. На сон грядущий, на день наступающий. В общем, всем добра и позитива. Еще раз. Чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok